всем приветики ну вот и пришло пора сделать обзор на эту камеру получается а как уже видно что я здесь немножко что-то накрутил это все из-за того что она греется получается камера греется и внутри неё греется флешка поэтому я купил такой вот переходник на алиэкспрессе тоже и получается нашу флешка не перегрелась переходнику то ничего не станет это просто контактики а там уже микрофонки fly во флешке стоят получать сюда просто вставляется переходник и сюда вот он выходит но здесь вот она флешечка вот она флешечка как бы так так она не греется потому что здесь то ничего не греется а вот там внутри она прям сильно греется потом когда достаешь флешку она прям чувствуется что нагрелась вот поэтому я ее вынес так из камер чтоб не грелась кстати крутая штука переходник это гениальное решение на самом деле изначально не знаю зачем мы придумали может быть если трудно труднодоступное место какое-то может в принтере или еще где-нибудь но труднодоступность это не так страшно как если большая температура потому что я думаю на укорачивать срок службы и камеры и и флешки вот поэтому вот так вот вынес и и она как бы работает работает но уже не в камере а одну вынесена отдельно сама по себе камера вроде бы нормальная но как бы у нее есть какие-то проблемы соединения потому что у меня у дома две такие же вот камеры тоже айпи камеры и 2 и 2 вайфай розетки и вот те две камеры эти 2 вайфай розетки когда их сразу все включаю четыре штуки работает без проблем а вот это 5 получается вайфай устройство когда включается buena нормально работает и бой теряется единили свой файем и не знаю почему так может у меня с младен богом что-то что-то вать но когда я все отключу и только и одну подключу болееμοармально работает а куда включено все то именно она и всех устройств именно только она бывает не может соединиться с сой appearance Поэтому, я думаю, проблема в ней. Я даже из-за этого спор открывал. Ну, как бы, потому что именно она. Остальное устройство нормально, более-менее, работает. И ещё у неё мигает подсветка. Ну, то есть, она вроде нормально работает. То есть, когда она не теряется идея с Wi-Fi, подключается, нормально работает, вроде бы, качественно. Но когда включается ночная подсветка, именно подсветка начинает моргать, как бы. И из-за этого ложное уведомление приходит. Что вот обнаружено движение. Если движения нет, то там просто моргание идёт. И ещё проблема у неё в том, что микрофон у неё трещит. То есть, использовать микрофон вообще невозможно. Потому что, во-первых, ты особо толком ничего не послушаешь, из-за того, что там треск постоянно стоит. Там внутри камеры что-то трещит, и микрофон это всё слышит. И получается, когда ты хочешь послушать, что он делается, ты не можешь, потому что ты слышишь треск. Нет, ты слышишь что-то, но треск всё, как бы, перебивает. Оно и слышно, что вокруг, но и треск сильно слышен. И, соответственно, уведомления тоже звуковые идут, что вот-вот что-то постоянно трещит. Ну, звук идёт, получается. Ну, а программа как? Просто видит, если видит какое-то моргание, всё присылает, уведомляет движение. Если слышит какой-то звук, она тоже присылает уведомления о звуке. То есть, приходится микрофон отключать, и если это ночной режим, то тоже уведомления приходится отключать, потому что будет ложное идти. Ну, и вот это её большой недостаток. А если бы микрофон работал, и не моргала бы подсветка, была бы отличная камера. Вот. И у неё ещё маленький провод, получается. Вот он провод, я не знаю, метр, может быть, какой-нибудь. Он короткий вообще, не хватает. Я поэтому взял удлинитель. То есть, просто USB-удлинитель. Вставляю эту USB-шку в такой вот удлинитель USB. И его уже, он уже 2 метра. Вот он какой длинный. Вставляю уже в зарядник. И получается 3 метра кабель, и хватает уже. А так, ну что это такое вот метр? Или сколько там, полтора? Вообще не хватает. Это очень мало. Особо никуда не дотянешься. И ещё удобно то, что коробка такая есть. Я её даже не выкидывал в обычной коробке туда-сюда и выкидываю. А тут я использую как подставку, получается. Она так вот стоит. Ну, или так, или вот так. Как подставочку использую коробочку, в которую она пришла. А программа для неё нужна та, которая в инструкции написана. Получается в инструкции вот она. Вот так её значок выглядит. И вот так вот она называется в Play Market. УЦЦ-365+. С этой программой она и работает. Ещё может, кстати, и с компьютером работать. Там на компьютере тоже можно посмотреть. Ну, тоже через компьютер можно подключаться к камере. Вот. Ну, для начала посмотрим, как работает программа для телефона. Ну, в общем, вот так называется приложение УЦЦ-365+. УЦЦ-365+. Открываю его. Первый раз вас, конечно же, попросит зарегистрироваться, либо войти. После того, как вы залогинились, нажимаете вот на плюсик сверху. И здесь добавляете камеру. Получается, у нас интеллектуальная видеокамера. Ну, а дальше просто вот отсканировать код. Ну, и тут оно показывает, что делать, как бы включить в сеть. И дальше следовать подсказкам. Ну, и дальше добавляете камеру. Потом, когда она добавлена, у вас она появляется вот здесь, на главном экране. Вы можете либо нажать вон сверху, опять-таки, на квадратики. Если у вас несколько камер, то тогда вы сразу сможете несколько посмотреть. Если одна, то сразу здесь можете зайти в камеру. Тут, получается, у вас есть домашняя страница, на которой видны камеры. Сообщение от облачного хранилища. Само облачное хранилище, сервис. Здесь, кстати, и дается. Дается бесплатное на месяц облачное хранилище, но как-то оно здесь так непродуманно сделано, что оно привязывается к устройству. Не к аккаунту, а к устройству. И у меня, получается, когда я первый раз его получил, оно привязывалось к камере, а у меня камера плохо работала, я делал сброс, и все, и оно потерялось. Потому что оно привязывается к устройству, а не к аккаунту. Это что-то как-то вообще очень глупо сделано. Вот. Ну, а дальше это ваш аккаунт. Здесь показаны... Здесь вы можете изменить пароль. Вот. Соответственно, и выйти можете из аккаунта. Купон это, опять-таки, хранилище. Альбом здесь хранятся ваши фотки и видео. Вот. Заказы это, опять-таки, облачное хранилище. Помощь, обратная связь, программа и все такое. Ну, а здесь вы можете добавить голосовой помощник. Ну, а дальше, дальше уже сама камера. Ее название. Облачное хранилище, вон она нарисована. И ее настройки. Включить-выключить. Уведомления. Настройки. И вот вы нажимаете на нее, открывается камера. Здесь вы можете выбрать, как CD качество. Это такое уже не сильно такое. но он быстрее будет показывать, потому что меньше трафика требует. Так и HD. Это уже более качественное. Но больше трафика потребует. И, соответственно, если интернет слабый, то медленно будет грузиться. Здесь есть вот значок динамика, то есть, чтобы слышать звук с микрофона. Значок фотки. Чтобы сделать фотку, она в альбоме сохранится или видео. Или микрофоновым можно сказать что-нибудь. Раз. Развернуть на весь экран можно. Тогда вы либо управляете камерой, можете также вот этим вот джойстиком также фото сделать, видео. Ну, снизу облачная запись и другие функции сигнализации, шифрования. Снизу вот эта вот кнопочка. Здесь вы можете выключить, включить камеру, сохранить настройки вот в пресеты. Если нажать Browse PNZ, то положение камеры вот это вернется в изначальное. Изначально она, конечно же, не так стоит. Ну, а вот это, сами джойстик, джойстик помогает, как бы вам двигать камеру. влево, вправо, ниже, выше. Вот. Ну и настройки. Настройки, получается, что по настройкам. Нажимаете на вот эту шестеренку сверху и здесь у вас, получается, идет что? Сведения об устройстве. Название, прошивка, адрес, настройки. Часовой пояс, переключатель устройства, то есть включить его или выключить, или задать время, когда она будет сама включаться, выключаться. Перевернуть на 180, если она где-то на потолке висит, и картинка вниз на головой, можно перевернуть. Ночное видение, либо включить, выключить. Так. Противобликовое, не знаю, что это. И у меня подсветка ночная моргает, и противобликовое, если его менять, герц, не помогает. Кстати, неудобно, нажимаешь вы, тебе оно полностью закрывает. Микрофон, если включить, оно трещит. Тревожный сигнал, лучше вообще не включать, потому что, если его включить, при обнаружении движения, оно будет орать сиреной на весь дом. Интеллектуальное слежение, это оно, по идее, за лицом будет следить, за человеком. Вот. Время простое, я не знаю, что это такое. Микрофон здесь не очень могу показать. Вообще жесткий. То есть, сейчас. Звук с камеры. Кстати, не трещит. Звук с камеры. Обычно. Обычно ТС-ка стояла вот сюда. Да, стояла вот сюда. Может быть, из ночной подсветки. Звук с камеры. Сейчас почему-то не трещит. Раньше она постоянно трещала. Ну-ка попробовать ночную включить. Настройки, ночное видение. Кстати, почему у меня она не в автоматическом режиме, потому что она плохо работает. Она часто держит в ночном режиме камеру, программа. В общем, камера часто остается в ночном режиме, хотя уже можно в дневной перейти. То есть, нажимаешь выключить, и уже все ярко видно. Она все еще в ночном сидит. В общем, автоматически плохо очень работает. так, нет, это я случайно нажал. Вот, ночной режим. Раз. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Привет. Привет. Не, странно, странно, что микрофон не трещит. Раньше он постоянно трещал. Постоянно трещал микрофон, невозможно было его включить. Ну, то есть, не сам микрофон, а в камере что-то трещало. Включаешь микрофон, и треск стоит. Сейчас все ново оделось. Ничего себе, само собой. Ну, и, собственно, ночная подсветка. Вот она, вы ее видите. И сейчас просто вокруг свет. Вот здесь вот лампа горит. Сверху лампа горит. И, в принципе, подсветка не сильно-то и нужна. А вот именно, когда ничего не говорит реально, полная темнота, в темноте прям видно, как подсветка мерцает, как бы. Оно сейчас как-то заторможенно стало работать именно с ночной подсветкой. Так, выключим ее. Но с ней оно реально хуже работает. Во-первых, с ночной подсветкой, с подсветкой ночной картинка становится хуже и более, ну, качество картинки становится более хуже. Плюс, она более тормозит. Сейчас вот рука более плавнее, чем в ночном двигается. плюс она еще постоянно, ну, не постоянно, но частенько мерцает. Вот. В принципе, по настройкам это все. Уведомления, когда вы включаете, вам спрашивают, как часто присылать уведомления, через какое время, если не... ну, любые уведомления, как часто. Время можно добавить, когда они присылают, например, ночью. Или наоборот, днем. Вот. Мобильное обнаружение это обнаружение именно вот движения. Звуковое обнаружение это когда микрофон услышит какие-то звуки, тогда будет приходить. Ну, если опознает образ, тоже будет переходить уведомление. Ну, вот что, сверху уже что-то выскочило. Вот, оно уже движение заметило. Собственно, вот так вот приходит уведомление. Ну, и здесь оно показывает, вы настраиваете чувствительность и зону. То есть, если вы выбираете, где должно, хотите увидеть движение, то есть, например, или, например, вы хотите только, чтобы в центре было вам уведомление с центра, тогда все по краям выключаете. Или наоборот, если у вас где-то там слева двери какие-то, там все включаете, в середине выключаете. И, собственно, когда кто-то начнет заходить, он сразу уведомлением будет. Вот, либо вообще все выбрать. И из этой области будут переходить уведомления. Ну, управление облачной памяти, это с облаком связано. Карта памяти. Здесь показывает карту, насколько она заполнена, нужно это форматировать и как записывать. Вообще не записывать, если есть движение, и постоянно записывать. Но постоянно лучше не записывать, то, что она быстро заполнится. Ну, еще вы можете камерой поделиться, добавить сюда кого-то, кто будет уже смотреть. Ну, и информация об интернете. Вот. Можно перезагрузить или удалить устройство. Ну, и еще такой есть режим снизу. Либо облако, посмотреть, что у вас в облаке. Ну, это, естественно, денежку надо платить. Либо вот то, что было записано. Снизу вот показывается все записанные фрагменты. То есть, например, вот уже что записало. Вот это синий, это что записанное? Ну, это та момент, где я сидел за компом, оно записало. Вот. Хе-хе-хе. Вот так важно посмотреть, что он делается. А видеоклип, он не работает именно здесь? Видимо, он нужен для облака, чтобы вы могли с облака вырезать себе на телефон. Хотя, почему бы с флешки не вырезать? Но кнопка видеоклип почему-то почему-то вот не работает. К сожалению. Не знаю, почему. Видеоклип, кнопка почему-то именно с флешки не работает. По идее, оно есть на флешке, и поэтому оно не работает. Хотя, я не знаю, я не пробовал, может быть. Здесь, по идее, вы можете вот фотку сделать или нажать... Ну да, в принципе, вы можете сделать либо фотку, либо запись. А в хранилище вы, наверное, нажимаете видеоклип, и все. Но я не знаю, что это такое, она всегда недоступна. Вот. Ну, собственно, такая вот камера, такое вот приложение, больше здесь никаких настроек нет. Еще есть, как бы у вас, вы регистрируетесь, и у вас, получается, есть учетная запись на сайте этой камеры. Когда вы на него зайдете, через этот сайт можно тоже смотреть на камеру и управлять камерой. Можно, кстати, вот посмотреть, что делается на сайте. В общем, вот так вот выглядит сайт. Называется он ucloud.com.com. И здесь вы вписываете свою электронную почту, в которую зарегистрировали пароль, код с этой картинки, и все, и логинитесь. после того, залогинились, у вас открывается такая вот картинка, получается, здесь вот у вас облако, значок облачное событие, облачное хранилище, только вот первый значок устройства. И вот вы здесь видите свое устройство, и можете с компьютера или с телефона, вообще с любого браузера зайти и посмотреть, что делается на камере. Это, кстати, очень удобно, то есть вы можете, сидя в любом месте, даже без приложения, просто посмотреть, что делать. То есть даже можно никому доступ не давать в приложении, а просто вот дать ссылку, по ссылке человек сможет зайти и посмотреть. Ну тогда он будет знать, конечно, ваши логины и пароль, конечно. Чтобы перемещаться, открываете вот этот значок джойстика, только тогда оно начинает двигаться. Вот. Либо в одну сторону, либо в другую. Здесь также можете четкость поменять. Это, кстати, HD. Довольно-таки нечетко. Причем я брал 2К разрешение, то есть не 1080, а 1600. Получается. Ну то есть там 1900 на 1080, а тут получается 2000 с чем-то на 1600, по-моему, что-то такое. В общем, 2К. Вот это CD-качество, то есть уже видно, что все такое распространение. а это HD. И HD, ну в принципе на телефоне, когда картинка маленькая, нормально смотрится, а на ПК, так что-то как-то и не очень. Хотя это больше, Full HD, то есть это не Full HD, а 2К получается, и как-то не очень. Сюда можете нажать и сказать что-то в камеру. Ну опять-таки скриншот сделать, он у вас где-то по идее сохранится. Вот вы делаете фотку и можете сохранить ее. Хотя вот маленькая фотка уже довольно-таки типа более-менее нормально выглядит. Большая картинка не очень. А вот видео записать не можете, кстати. Вот фотка есть, а видео нет. Звук также с камеры по идее может быть слышен, если там микрофон включен. Вот. Полный экран можно сделать это вот так. Ну некачественно. Хотя по идее должно быть качественным. Ну и собственно можно приблизить где-то там подвигать. Ну и все. Здесь есть еще сверху какие-то настройки. Можно переименовать. Посмотреть параметры те же что и на устройстве. Также ночное видение включить выключить. Можно включить. уведомления. это мы удаленно поменяли настройки через браузер. Удобно кстати. Ну и вот так вот выглядит ночной режим. Даже в каких-то местах покачественнее, чем цветной. ну в общем все те же настройки что и на телефоне. Микрофон можно активировать, все можно активировать. Уведомления. Ну в общем то же самое что и на телефоне. Только через компьютер. Все те же настройки. Что удобно кстати. вот образом выглядит камера и ее вид с компьютера. Вот. что в все в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 До новых встреч! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok и все такое так что но если с телефона смотри то в принципе все нормально всегда все нормально но естественно как бы программа если программа это подключается и записывает она и понимать должно вот но в целом впечатление мне у меня на этой камере сложились не очень так что я бы такую камеру конечно не рекомендовал также хотелось бы добавить что в этой камере всего лишь 12 fps а это очень мало обычно стандарт в камерах это 30 fps а при 12 fps ах и даже специально делал записи где видно как я хожу туда-сюда и на этих записях видно что изображение идет не плавно вот как рука сейчас как это креско ну типа ну как так подтормаживает под поддергивать как слайдшоу такими вот кусками идет потому что камере не хватает кадров чтобы захватить захватить как бы изображение полностью если перед этой камере будет происходить что-то такое небыстрое типа вот дверь будет не спеша открываться закрываться и там кошкам быть не спеша идти тогда в принципе картинка будет более менее нормальной плавной а сей например тоже кошка пробежит то у вас просто это это будет как один кадр наверное а они несколько кадров то что камера не успеет захватить своими 12 12 7 кадров всю ту картинку которая перед ней происходит принципе когда я двигался перед камерой ходил именно перед ней и показал записи из флешки в обзоре то видно было что и из телефона записи но неважно видно было что картинка дерганая получается не плавненько а так как как там так вот идет такими как заторможенными слайдшоу такими идет она так ну видно что подлагивает это все от нехватки кадров поэтому это тоже немаловажно что всего лишь для нас фпс это очень мало на самом деле вот так что мы принципе в обзоре каждый сам для себя решает подходит ему такое устройство или нет ну а на этом всем всем пакетова